NVMe? Вельми Винни? Неважно. Миша? Эх. Добро пожаловать на Сделай сам за 5 минут, передача, в которой сложные технические навороты становятся понятны простым пользователям. С вами Триша Хершбергер, и сегодня мы поговорим об NVMe, сравнительно молодой технологии, которая способна изменить все, что мы когда-то знали о персональных компьютерах. Причем с такой скоростью, что вам и не снилось. Если вы заводитесь вот от таких новостей, подписывайтесь на наш канал и поглощайте вожделенную информацию. Итак, быть может вам доводилось слышать термин NVMe, когда кто-то рассказывал о памяти. Но что это такое конкретно? NVMe представляет собой супербыстрый способ получить доступ до энергонезависимой памяти. К этому типу памяти относятся флеш и SSD, так что, по сути, это сверхбыстрый способ получить доступ до флеш-памяти. Когда твердотельные накопители только появились на рынке, они работали по интерфейсам SATA или SIS. Причиной тому была необходимость соответствовать привычным стандартам жестких дисков. Следующим шагом, обеспечивающим SSD скорость, производительность, а также эргономичность, стал переход на шину PCI-Express, или проще PCIe. Однако на тот момент для данной технологии еще не было создано соответствующих промышленных стандартов. Тут-то и появился NVMe, протокол, разработанный специально для энергонезависимой памяти, с набором дополнительных функций и легко масштабируемый. Это именно протокол доступа, а не форм-фактор, как M.2, и не интерфейс, как SATA PCIe. Но учитывая, что он является стандартным интерфейсом для SSD на шине PCIe, нетрудно спутаться. Сказать ультрабыстрый – это практически ничего не сказать. Он работает до 7 раз быстрее накопителей, подключенных по интерфейсу SATA. Чтобы не быть голословным, обычные козевые жесткие диски были способны принимать лишь один запрос за раз. Ну ладно. NVMe может обрабатывать до 64 тысячи чередей с глубиной 64 тысячи каждой одновременно. В любой момент времени! Вот уж обработка данных в режиме Bullet Time. Некогда такие скорости могли влететь в копеечку, однако накопители постоянно дешевеют. И кому как не мне знать об этом? Мы же в Кингстоне. Гигабайт накопителя A1000 PCIe. SSD обходится в ту же сумму, что и гигабайт саташного диска. Да здравствует технический прогресс! Конечно, не все здесь так гладко. Как бы ни была прекрасная технология NVMe, назвать ее широко распространенной все еще довольно трудно. В настоящее время ее поддерживают Linux, Windows, macOS и даже Chrome OS. Но вот поддержка BIOS и компонентов пока хромает. Если ваша система довольно древняя и вы планируете апгрейд, скорее всего ничего не выйдет. Но если вы все же решитесь, придется серьезно попотеть, чтобы все настроить как надо. Эх, когда же флэш-память раскроет весь свой потенциал? Да чего же я люблю прогресс? Если у вас появились какие-то дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. Если эта порция технологического ликбеза пришлась вам по вкусу, не стесняйтесь, ставьте лайк. А у нас на этом все. Будьте здоровы! Встретимся на «Сделай сам» за 5 минут. Встретимся на «Сделай сам» за 5 минут.